К слову, формат, вообще я отношусь как-то, как бы сказать, с неким таким размышлением о том, что это значит, понимаете. Но если говорить об этом зале конкретно, об этом помещении, то у меня сразу это привстило, в смысле того, где это находится, потому что я здесь уже бывал, я уже знаю архитектурное достоинство этого зала. Мне интересно было узнать, ну, не только зал, но всего, это была архитектура. Я, в общем, слегка познакомился с его историей. Мне вообще близок очень конструктивизм, я получаю большое удовольствие от пребывания в такого рода помещении. Мне радует это обстоятельство, что уже большой круг, скажем, публики московской, детей, взрослых, может прийти и, в общем, вполне, скажем, в человеческих условиях провести некие минуты и часы своей жизни. Да, для этого не нужно ехать в центр, в филармонию, да, в настоящую, потому что все артисты сюда. Правильно меня наводите на мысль о том, что мне пора говорить о зале. И, конечно же, что в этих условиях проходят концерты, теоретические по уровню проведения, по качеству пустин, условно говоря, в таких небольших помещениях, по твражу, по инструментарию, в частности, ради, по обстановке, в общем, достаточно, такой пробел, вот, я думаю, они заслуживают иметь название не просто какого-то другого формата или еще чего-то, ну, с названием достойных, достойных, качественных, совершенно, как бы сказать, таких свет, городских свет, в которых, в которых всегда посещаем вот эти помещения, вот эти среды, да, включаясь в какие-то замыслы авторам, в замыслы художных руководителей, режиссеров, вы не испытаете никогда сожаления, даже если это будет просто эксперимент, потому что вот существует некая какая-то чистота замысла, и вот она здесь, в этом помещении, мне кажется, соблюдена. Мне нравится публика, мне нравится, что публика, возможно, она не академическая, хотя здесь академические, все-таки присутствовали люди-музыканты, присутствующие группы музыкантов достаточно широкими, естественно, приглашают. Ну, любопытно, да, они приходят посмотреть. Да, но приходят люди, которые просто интересуются, вот… Которые еще даже не знают, да, что им нравится классическая музыка. Не знают, не знают, просто интересуются чем-то для себя новым, может быть, для себя. И в сочетании вот с этим ДК, с этим помещением, с этим конструктивизмом, с этим новым, как бы, отношением, с этим, может быть, парадоксальным каким-то сочетанием композиторов и всего, то есть с тем, что требует, возможно, какого-то обсуждения или никакой реакции, вот внутренней реакции. Мне кажется, что это достойно и должно существовать, и, конечно, чем больше будет таких вот вещей, таких событий, тем ближе мы окажемся к нашей цели, то есть не будем отдаляться от цели, все-таки иметь достаточно такое гуманистическое общество, да, в общем. Да, совершенно верно, да. И чтобы наша среда, просто среда бытия, не отличалась сугубо от филармонических залов, понимаете, чтобы это не было два отдельных мира, чтобы как-то все-таки это сочеталось, да, чтобы в умах людей находились какие-то клетки, которые откликались бы вот на такие события, да, а не просто бы они сторонились. Ну, я не знаю, но мне кажется, что здесь было приятно, сюда приятно прийти, здесь приятно пообщаться, поиграть, услышать тишину во время исполнения, естественно, услышать какие-то возгласы и аплодисменты, но это скорее такая внешняя среда, а внутренняя есть убеждение, что этому стоит жить, продолжаться.